здравствуйте сегодня я покажу как делать стройчика с управляемой коленкой и дампингом на разгибание и покажу как применять ее на игровые модели так приступим что такое вообще финале что мы хотим увидеть вот сейчас вот эта вот штука похоже просто обычная к но в зависимости от вот этих вот коэффициентов всяких она может стать допустим стройчика смотрим видимо вытягивается ножка вдобавок поставим 0 она вытягивается и немножко скелется и еще такая вещь есть как дампинг колена то есть мы делаем так что колено не стреляла допустим ставим если единицу то у нас колено не понял а да ставим единицу у нас колено выпрямляется полностью упрямляется максимальному ее своему удлинению максимального длине и ноги ставим 0 колено работает в режиме обычного дампинга и обычного века если ставим книги из промежуточные положения то колено сначала выпрямиться и потом колено выпрямится и потом еще немножко растянется так это единица вот это книгу стрейт то есть начало она выпрямится и потом еще немножко растянется более того если мы поставим вот так так это значит единица стрейч 0 если мы поставим например вот так то у нас будет работать также дампинг при обычно то есть колено не тянется но при этом нога не тянется но при этом дампинг все равно работает то есть она не в определенной мере не достаточно большой мы избавляемся от проблемы щелканье видите да то есть мы выпрямляем и колено выпрямляется без щелкой так ну и в качестве дополнительного бонуса может и не бонуса основной фичи по всякому можно судить и введем еще вот такую штуку как управление коленкой непосредственно то есть его можно то есть его можно применять как поставил можно применять как для того чтобы например у всяких вот таких тут девочек делать обратные вывернутые ноги что в общем то с помощью обычной икани сделаешь очень сложно и либо ты сделаешь с помощью допустим форвард кинематики но не сможешь ей работать как ногой в данном случае такой проблемы нет так либо она применяется для того чтобы предположим персонаж ползет на коленке и вам нужно немножко откорректировать коленку чтобы она стояла на земле и так делаться это будет примерно три этапа я сначала сделаю стрейч вот так сделаем 0 сначала сделаю стрейч потом добавлю вот эту вот коленку и потом добавим все эти дампинги а и параллельно еще я покажу как применять ее непосредственно на игровой модели то есть не на мультяшной повторяюсь еще раз что все что я все мои тут и расписаться в первую очередь игровых моделей и соответственно это покажу специфика именно игровых движков потому что у них очень определенное требование к скейлам и так далее так ну что приступим так откроем например сейчас минутку ступанул немножечко там эти панели то здесь панель 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 вот эти тоже начнем так немножко такой тоже немножко момент я буду делать по модульной схеме скажем так что такое модульная схема это когда вы делаете непосредственно модельки на ее костях что-то например какую-то от настройку в данном случае и к стрейч а именно вы сначала и делаете на неких посторонних костях в отдельном файле и потом только этот файл подгружаете и к нему к этим костям constrain эти ноги модель кости модель этот подход гораздо более простой в дальнейшем используем так еще начнем создадим кости я сразу включил not editor тоже у нас вся работа будет с ним сделали три кости и запарить или друг друга давайте сделаем длину 20 давайте в положительную сторону были вытянут а еще хочу чтобы они были вытянуты по иксу вот так так скрутим одну из них среднюю и поставим здесь скрутил для того чтобы не перепутать в какую сторону вращается и поставим здесь назад допустим 20 так назначаем инверсную кинематику так создали инверсную кинематику теперь давайте создадим на это дело локаторы на управление так вот это вот значит мы цепляем пока все вектором а этот цепляем к этому constrain point пока все стандартно так теперь в чем собственно говоря суть и к стрич сейчас мы пока делаем только и к стричке уже говорил я постараюсь на самом деле уместить все три части в какое-то приемлемое время но не обещаю не обещаю потому что сами понимаете могу придется может быть на две части разложить на два видео так 12 40 это время начала что не забыть и записал что потом сориентироваться и итак в чем суть стричь основной механизм мы вытягиваем наш допустим и к и вот эти косточки в зависимости если мы перешли через их максимальную длину и в зависимости от этого они вот так подскеливаются собственно все просто давайте приступим так инверсная кинематика уже мы ее приконстранили она нам не нужна мы спрятали чтобы не болталась лишний раз ну что ж начнем с того что зададим некий начальный параметр так ну первый параметр у нас будет включаем тут конечно не очень удобно короче вот это вот утилити да нам нужно только утилити будет и зададим для начала некие переменные которые мы будем оперировать в первую очередь это у нас параметр вот этой вот этих вот костей нам будут нужны вот этих назовем это длина 1 длина 2 так и зададим сразу их параметры допустим это уже 20 то есть пока будет 30 это все равно мы потом будем задавать их и они у нас будут работать так следующее что нам понадобится а почему вот таким подходом в принципе вот эти вот вот эти значения это сейчас говорю тем людям которые с нод-эдитором не работаю толком почему почему именно так дело в том что можно конечно например вот это вот вот это вот я сейчас сделал флот констант это просто значение это просто значение которое у нас мы будем просто задавать можно было бы задавать его непосредственно вытягивая из каких-то из каких-то каналов откуда оно собственно будет браться но так не очень неудобно потом таскать постоянно что-то куда-то искать где там что это значит поэтому лучше промежуточные некие величины задать и не париться так так длина 1 длина 2 что там нам еще понадобится ну наверное некий лайн коэффициент наверно насколько мы будем удлинять и не 3 на сколько мы будем ее удлинить все это наш сустав он у нас будет работать в параметрах от от 0 это значит вообще ничего не удлиняется до единицы ой до какого-то там от нуля и выше то есть если один мы увеличим по сути сустав весь по длине еще на единицу нам на ее полную длину и так далее допустим для начала поставим единиц так что ж дальше что нам нужно ну в первую очередь нам нужно посчитать будет вот это вот общую длину насколько мы в принципе вот этот сустав можем удлинить используем вот этот флот масс математику то есть складываем эти две величины и кстати хороший хороший совет вот когда сделали здесь видите операция операция ада до гораздо удобнее если вы здесь напишите прям что это от что то что мы тут что-то суммируем потому что когда у нас будет довольно много ну там штуки даже пять-шесть штук уже будет сложновато воспринимать это чисто визуально так мы это сделали и и это у нас выведем сразу отсюда переменную еще одну создадим переменную константу которую потом будем везде использовать назовем это он total range то есть это собственно говоря сумма вот двух этих сумма длин двух суставов то есть принципе повторяюсь еще раз почему вот это вот через вот вот эту константу ввели потому что в принципе можно было бы в дальнейшие там куда то мы будем все это засовывать эти связи вот прям отсюда пихать вот прям постоянно вот это вот вызывать там что-то там и ее запихивать ну блин ну ребят но это неудобно а так сделали константочку она у нас есть она ни на что не влияет ни на скорость работы ни на что у нас не влияет просто у нас есть промежуточность создали вот некий некую перемену так теперь если мы что нам еще будет нужно ну наверное если мы вот это total range умножим так мульт напишем умножим на ну вот это вот хотя нет давайте на на единицу плюс вот это потому что это у нас от нуля растет ну просто так удобней писать что это от нуля когда при работе грубо говоря вставил 0 у тебя ничего не удлиняется согласитесь это удобнее чем написал один и у тебя ничего не удлиняется то плюс единица умноженное total range умноженное на вот это вот единица плюс line коэффициент и мы зададим еще один параметр назовем это максимум max range предположим максимум range это величина будет которая у нас на которую мы можем растянуть в принципе вот этот вот с учетом стрейч который у нас есть ну собственно вот это у нас сейчас единица видим да добавили единицу умножили total range который 50 умножили на вот это на двоечку получили 100 все просто так хорошо теперь теперь нам нужно сделать вот что вот до тех пор пока мы не вытянулись на максимум коленкой у нас ничего не происходит но как только мы перейдем от вот этой величины до максимум у нас соответственным образом должна вытягиваться вот эти две вот эти две штуки должны вытягиваться пропорционально по скейлу по скейлу x так что мы делаем во первых нам нужно а еще третью величину и забыли собственно непосредственно непосредственно куда мы вытягиваемся вот это вот непосредственно вот эту величину расстояние между вот этим и собственно локатор открываем локатор наш шейп его прячем и ставим нам нужно найти дистанцию между локатором и нулем почему нулем в дальнейшем поймете расстояние посмотрим где-то дистыдист дистыдистов битвен так дистанции дистанции это транслейт локатора и 0 между транслэйтом локатора и нулем вот получили дистанцию и сразу же ее произвели еще в одну переменную ну еще в одну не переменную до перемен так смотрим здесь значит ну вот например пока мы по одной оси вытягиваем естественно эта дистанция равна вытяжение по одной оси смотрим 54,9 и тут 54,962 нормально здесь соответственно тут какой-то вот здесь какая-то дистанция 55 ну или работает нормально так теперь а теперь в зависимости ну как я уже сказал когда мы переходим через вот эту границу у нас значит должны работать скейл как это сделать можно конечно прибегнуть какой-то там вычесть что-то там сложить умножить потом на что-то и так далее ну попробовать это все сделать но это достаточно такая геморройная функция будет получится мы делаем проще у нас есть замечательнейшая такая штука под названием нода под названием у параса течет а вот set range опять же пусть люди те которые достаточно продвинутые но да эти все прекрасно понимают все мои вот эти объясняшки могут скипать мимо ушей я в основном стараюсь сейчас объяснить людям которые никогда не работали ну или работали только слегонца что такое set range она в зависимости от вот этого входящей величины и в зависимости от вот этих вот заданных границ она линейным образом изменяет вот эти две от вот этой величины к минимуму до вот этой величины не очень понятно объяснил сейчас увидеть так что тут у нас ну во первых возьмем сейчас нам нужно отрегулировать скейл по x то есть мы в зависимости от текущей дистанции вставляем сюда на x зависимости от текущей дистанции вот она и в границах от максимум рейдж олд макс до минимум рейндж минимум рейндж у нас это вот наша total range выступает то есть вот это вот выпрямление то есть по сути сейчас мы считаем в пределах от вот этой точке до локатора и вот нам нужно еще того что подумал вот эту величину сейчас мы таков мин будем считать пределах от вот этой до вот этой и еще вдобавок максимум рейндж поставим на макс сюда и минимум рейндж вот сюда и на выходе мы получаем вот такую переменную назовем ее over range over range это дистанция между максимальным разгибанием и текущим удлинением но при этом она еще и обрезана так что смотрите вот от сих до обратите внимание вот она равно равно 50 меняем то не тянем 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 она у нас меняется соответственно показывают эту общую длину но при этом когда мы находимся меньше чем полное разгибание она все равно сохраняет величину полного разгибания сейчас объясню почему это нужно так и и вот это все хозяйство если мы вот эту величину over range поделим на total range сейчас где-то мало у нас то вот это и будет искомая наша это и будет искомая назовем это scale x это вот и будет искомая наша скейлиния вот этих костей по иксу по длине хорошо сделали теперь давайте приделаем собственно вот этот skill x к нашим костям так и давайте сделаем вот еще вот такую штуку вот эту вкладочку всю мы обзовем как основной решатель для стреча и откроем новую вкладку для тех кто не пользовался не пользовался этим нод-эдитором это очень удобная штука чтобы не делать сложные взаимосвязи на одной и той же вкладке вот так обрастая вот этими всякими вот этими дикими стрелками мы можем просто взять вот так сделать выделить допустим вот это тут покажем то есть на этой стрелке вы на этой ноге есть связь но и здесь не сейчас не показан и что там нам нужно и вот эту кость и вот эту кость мы сюда подгрузили так обращаю внимание что вся вот эта цепочка между собой у нее включена должна быть включена галочка сегмент скил компенсейт вот у всей этой цепочки это очень важно так и мы соответственно на скейл x цепляем вот это не понял почему у нас значение 100 написал диста сам не поделил девайд на вот значение 100 и соответственно на это тоже самое смотрим где-то тут все правильно тут там и значение тут там и поставили длину 20 30 она никакой связи теперь ними еще пока не имеют с этими костями поэтому давайте мы их тут поставим здесь 20 здесь 30 в дальнейшем от связь появится так ну вот она вот у нас они скеллиц в пределах сколько там было сказано коэффициент 1 до до двух раз сейчас посмотрим это у нас 50 это на максимум и выпрямились на 100 вот они распрямятся до 100 и дальше уже все вот у нас есть первичный теперь а кстати давайте еще вот это вот раз уж такая пьянка пошла возьмем вот эти две величины лэнгт удлинение собственно суставов сюда их подгрузим и и их а вот вход на транслейт по x забьем да только не сюда пардон а вот так на 2 я перепутал на 2 и 3 сустав ну вот третий сустав лэнгт 2 это вот это вот удлинение вот это вот этому суставу что ты будешь делать вот вот собственно говоря да теперь если мы поменяем допустим 30 здесь применяем на 20 то вот он и удлиняться будет до 80 так и теперь нам нужно здесь мы сделали просто stretch теперь мы еще сделаем при удлинении скейл по вот этим поперечным осям по здесь мы скейли по x в длину а теперь нам нужно в обратную сторону по по осям y z как это сделать так это мы обзовем допустим удлинение костей удлинение костей с удлинением костей все тоже достаточно просто собственно я сделал небольшую ремарочку вот я когда вводил 30 range и вот это все дел может показаться что типа вот это лишнее просто потому что но вот вот эту величину можно получить либо обычные процедуры кламп где-то она вот этой которая сделает по сути то же самое что мы вот уверен что это получит либо просто арифметическими операциями простейшим как бы зачем вот это все вводить ради вот это ну на самом деле не ради вот это в основном вот это был сайт раньше сколько ради вот этих вот как раз вторичных таких скейлов и так что во-первых мы тут нам надо во-первых введем еще одну такую установочную установочную переменную это назовем это скейл коэффициент скейл коэффициент смотрите дело в том что вот вот это вот вот это вот это вот это вот это и вот это мы потом выведем на общий на атрибуты общего вот этого локатора собственно эти этими параметрами руляться и будет определяться параметры нашей и к стрич а вот это вот просто промежуточные некие переменные которые нам ну просто удобно для того чтобы они у нас были так скейл коэффициент ведем и скейл коэффициент у нас будет работать в обратную сторону то есть если мы находимся вот здесь то есть еще не полностью разогнулись но еще не стали удлиняться скейл у нас боковой вот этих боковых yz будет равен единице и по мере удлинения он доходит до некой величины собственно который является скейл коэффициентом и эта величина скорее всего но и скорее всего она в отрицательную в обратную сторону работает то есть там 08 там 05 ну и так далее так ну давайте поставим скейл коэффициент чтобы у нас было 5 хорошо и мы этот скейл коэффициент запихиваем собственно вот у нас уже вот этим вот с отрежем рулится вот этот по идее и этим же с отрежем будет у нас рулится скейл этот боковой скейл гораздо это самая удобная функция для того чтобы это делать потому что иначе очень много получится всяких вычислений у нас будет так так давайте по очереди мы total range повторим вот все это все те же самые все эти связи мы повторим теперь на но вот этот а переменную y так корень дистанцию просто все повторим этот вот этот сюда максимум рейндж вот сюда но только вместо максимального коэффициента то есть при максимальном при максимальным вытяжении у нас будет вот это вот значение y это будет вот этот скилл коэффициент 05 а при минимальном у нас единиц ой партон единица я сказал единиц и и и запузырим это все на скилл y z в принципе теперь уже поняли да что если бы в данном случае вот этот скилл y z у меня оба работают с одним и тем же скилл но если вам по каким-то причинам ну что там не знаю заблагорассудится чтобы они разные были то естественно все вот это вот вот это все хозяйство можно вот этого total range сюда же на третью величину еще под это поставить и вот это и вот сюда забить какие-то вот в третий параметр забить какие-то свои уже значения так ладно y z соответственно удлинение костей мы вставляем сюда так и out float y блин тяжело так неудобно надо блин неудобно на маленьком мониторе на маленькой ты сюда и сюда да так сюда и сюда смотрим ну кстати видимо что у нас уже видеть тут или значение y z тут этих костей равно 0 5 то есть давайте сделаем вот так создадим какой-нибудь цилиндр вот так и 90 ну и сюда поставим какой-нибудь так просто поставили внутри костей смотрим надлиняется да вроде все хорошо все вроде прекрасно но если мы вставим так сейчас давайте продолжим наше упражнение так вот это все три буха лишняя продолжим давайте начали присваивать уже атрибуты вот к этому чтобы на локаторе который мы которому управляем чтобы создать атрибуты и управлять собственно вот этими всеми вот этими скейлами вот этими всеми выставлять собственно коэффициент давайте сделаем еще вкладочку назовем это присвоение атрибутов так нам нужен этот локатор сюда так скейл x нам это все не нужно нам нужен локатор нам нужен скейл коэффициент лэг коэффициент вот эти вот вот они у нас все вот эти вот ланг 1 2 ланг коэффициент скейл коэффициент вот так они нам нужны выделяем начинаем добавлять атрибуты так ну давайте залочим не мешалось видит атрибут вот так называем как-нибудь джо 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 1 вероятно и сны ненавижу вот эти вот на и сны вот эти все так минимум у нас ноль во-первых дисплея был мы хотим чтобы эти можно было проанимировать хотя можно анимировать минимум 0 максимум это дефолт пусть будет один ой максимум какой максим дефолт пусть будет один теперь лэг коэффициент вот этот вот 0 минимум тоже 0 скилкой скилл коэффициент вот здесь скилл коэффициент дисплея был скилл коэффициент дефолт допустим пусть будет единица минимум у нас ну потому что нулевые скиллы это плохо в играх особенно в играх в играх нулевые отрицательные скейлы это зло это у вас там все сразу взорвется допустим минимум 001 так максимум все равно так прекрасно назначаем соответственно лэнг коэффициент сюда лэнджуинт сюда лэнджуинт 2 сюда скилл коэффициент у нас сюда так хорошо смотрим что у нас они у нас видите ломаются потому что сейчас у них я забыл что поставить ну ладно то есть будет 10 10 тьфу ты господи так эдит эдит атрибут а я на максимум поставил 0 изменю вот так я вместо того чтобы дефолт мы поставили молодец так мы смотрим 20 30 и смотрим так вот она у нас работает вот она у нас вытягивается уже все нормально да вроде все хорошо а ну и соответственно вот этим вот но этого не это еще не все теперь а скилл коэффициент да мы поставили скилл коэффициент у нас будет 02 то есть видите совсем что дит в линию сошлось вот она видно то вот видим вроде все как надо но не все сейчас объясню где что не так если мы поставим здесь лэн коэффициент 0 то есть не будем удлинять видите что происходит трэш полный трэш почему вот идем сюда ой вот идем сюда дело в том что когда мы ставим удлинение равное нулю у нас вот это вот вот эти две два параметра олдмакс олдмин сэтрэнджи они становятся равны то есть тот рейндж и максимуму рейдж они становятся равны друг другу естественно и собственно сэтрэндж не знает что делать какое ему тут значение это ставить вот то что мы поставили мин макс например по скейл вот оверрендж у нас какой то становится неизвестно что то есть у него вот здесь то тут непонятно что не непонятно что за значение поэтому нам нужно вставить просто маленькую небольшую проверку так небольшую проверку вернее небольшой проверка небольшой если то есть где там у нас если 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 condition это называется condition так и что у нас если если то это у нас что в таком случае допустим если давайте их выведем вот сюда если максимум рейдж первое условие меньше или равно total range то блин то out value и сюда это это будет если это утверждение несправедливо то есть если у нас не равно это в наш дефолтный случай обычный как это должно работать а если они равны нулю то color of true ставим просто total range то и и после этого вот эту штуку нам соответственно тоже нужно поменять это все идет сюда после условия и scale идет где у нас scale yz вот сюда смотрим проверяем так что у нас тут а ну правильно у нас это же должно быть это равно единице это управление scale все то есть грубо говоря если у нас вот это и вот это равны вот это и вот это равны то условия да все прекрасно все заработало собственно вот эту шнягу давайте мы сейчас сохраним как стрейч 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 и к ой ой это нам нафиг не нужно сцен конфигурейшн сетап мы его прячем так хорошо но это пока еще не все это мы просто сделали просто сделали и к стрейч если мы сейчас начнем сдвигать вот эти значения ну вот эти вот кости у нас это все перестанет работать ничего стрейча никуда не будет ну потому что мы же все эти все эти например дистанцию считали вот это вот от нуля а не от некого вот этого положения кости опять таки не забываем что мы вот эта штука должна работать в том числе и с общим скейлом что же делать чтобы мы могли вот это всю вот эту нашу систему просто взять и отскейлить что же делать для этого ну делаем просто создаем еще некий объект ну в данном случае я создал кости ну раз все костями значит все костями собственно это будет наша общая точка модуля назовем это так грубо говоря это все это тот объект внутри которого работает наш модуль со всеми его скейлами со всеми его делами и так далее и все и в него вот он и в него все это запихиваем прям вот так все взяли запихнули не понял что вот эта штука работала у нас как единое целое но теперь смотрите мы скейлим а хрень происходит что происходит почему потому что вот с этой кости с верхней надо убрать параметр сегмент скейл компенсейт убираем и теперь у нас вот эта вся петрушка работает так давайте поставим скейл лэн коэффициент 1 вот она скейлится без вопросов соответственно работа с модулем будет заключаться в том что вот это мы поставили в соответствии с ногой например персонажа вот эти объекты мы не высовываем из вот этого это у нас внутри мы их констрейнем к тем управляющим объектом которые у нас управляются на ноге например там к лодыжки и т.д. и т.п. ну вот которая вот у нас стопой рулят и соответственно а это к колену цепляем constrain point там там и так далее так давайте это мы и проделаем сейчас так это мы сохранили так скейл давайте поставим единичку и давайте как-нибудь не знаю ну ладно покрасивее сделаем вот это вот вот эти допустим сделаем желтенькие а эти сами косточки мы сделаем красненькие а вот этого а вот это никак не сделаем пусть так и остается так теперь сейчас приспособим это дело к натуральной модельке и собственно объясним объясню в чем специфика работы с ней так сохранил открываем модельку собственно вот это на этой ноге уже предыдущая версия предыдущая версия ну полная и сейчас я открою где там она вот она тут лежит вот вот мы нами созданная это шняга строчка так чтобы не мешалось давайте на спейс все удалим вот она у нас как ее использовать ну в зависимости от того что мы естественно хотим ну в первую очередь вот так цепляем ее constraint point к нашему бедру вот эту верхнюю кость теперь нам в нее давайте сейчас length и stretch поставим на нуле ноль ой scale а не ноль а единица пардон так и в объем вот вот сюда вот в эти кости вот эти атрибуты длину вот этих костей так 42 500 и второй параметр это сорок до 500 что-то такое и поставим это вот сюда и выставим наше колено так давайте сначала вот так сделаем поставим наше колено сюда и потом вот в координатах прям этой этого коля этой коленки теткинской вот сюда сдвинем и это поставим сюда и дополнительно это наше все это хозяйство вот наши кости давайте сделаем радиус побольше вот так хорошо теперь к этой кости цепляем вот эту кость ноги бедра со все там протейту ориен констрейн со все там голень цепляем во-первых голень цепляем обратите внимание она должна быть разлученной транслейт и ротейт к вот этой кости цепляем голень constrain парень со все там и к этой цепляем вот эту тоже constrain парень со все там и к этой цепляем вот эту тоже constrain со все там какое-то управление ногами вот ваше вот это управление ногами там неважно как она реализована так реализована вот это может быть это собственно что вы там используете кривые там не знаю локатор либо еще что-то пофиг главное что это управление ногой к нему вот это constrain парень там ну и вот это constrain вот к этому локатору вот эта кость constrain orient предположим тоже со сдвигами чтобы вот это вот так работало смотрим вот она есть теперь устанавливаем параметр лэн коэффициент единица ну или там сколько там на самом деле они в небольших параметрах 0.2 обычно это вполне себе нормальный такой вот нога удлиняется она удлиняется но не скилится обратите внимание сейчас она работает только по транслейтам дело в том что далеко не все люди готовы подцеплять скейлы к вот этим всем делам они все знают как с ними работать сейчас я объясню как с ними работать собственно в игровых моделях и объясню в чем собственно говоря проблематика это почему одно работает а второе нет почему в мультах вот так делают а в играх совсем по-другому так о чем я говорил так давайте это поставлю все-таки не единицу единицы ой не 0.2 а ту же самую единицу чтобы наглядно было вот так то вряд ли что-то будет удлинять хотя дураков много могут удлинить почему нет но тут пока все по транслейтам то есть скейлы тут не работают пока то есть они у нас есть на нашем ик решателе а сейчас я где он там вот этот скил коэффициент допустим 0.5 0.5 блин хреново видно конечно давайте эти два цилиндра мы побольше сделаем они нам нужны исключительно естественно для наглядности так то их можно удалить из из этой из ик нашей но они то видите видите они скейлятся а нога нет что делать так ставим где там нога ставим дефолтную позу объясню в чем проблема так вот предположим как работает скейл в игре и чем они отличаются от скейлов зачастую в мае в мае есть вот такая штука сегмент скейл компенсейт ну в мае это во всех максе то же самое есть сейчас я разлучу как это работает вот смотрите мы скейлим нашу руку плечо а все остальное все что под ней локоть там кисть они не меняют своего скейла по сути то есть если мы будем сгибать у нас как бы вот эта длина все остальное сохраняется у детей это собственно вот так то работает сегмент скейл компенсейт дело в том что в движках этого нету это очень скажем так ну может сейчас конечно и появится когда нибудь но сейчас такого на данный момент нету нигде ни в одном движке это очень скажем так скейлы сами по себе очень ресурсоемкие в плане производительности а вот этот сегмент скейл компенсейт он еще добавляет проблемы с производительностью вот так на самом деле работают движки все с отключенными сегмент скейл компенсейт то есть и соответственно если мы удлинили руку и начинаем причем по одной оси удлинили руку и начинаем ее скручивать но она соответственно скручивается в координатах собственно отскеленные что какие проблемы то вот она вот она как работает соответственно если мы еще дополнительно тут сожмем ну пытаясь реализовать вот этот вот стрейч то есть вот она удлинилась и сжалась ну и вот как оно выглядит вот как оно будет выглядеть движке вот так то оно и будет выглядеть что же делать как же с этим работать работать с этим вот так мы берем и вводим в ногу так давайте сейчас вот это все хозяйство спрячу вот у нас без скейлов наша нога и мы вводим сюда дополнительные кости в каждой из этих суставов в каждой из этих суставов в них должно быть во первых нулевое вращение и нулевой joint orient отключен естественно сегмент скил компенсейт ну это вот тоже ну это вот тоже сегмент скил компенсейт отключен и надо нам с ноги с вот этой вот ноги вес с бедра с бедра перенести на то есть они находятся внутри внутри бедер эти кости это внутри бедра это внутри голени и надо с бедра весь вес перенести на вот эту кость и с голени весь вес перенести на вот эту кость ну мы делаем это открываем так во первых нам нужно это все хозяйство добавить Это все хозяйство. Вообще-то это надо делать на этапе еще до того, как мы назначили все эти штуки. По той простой причине, что я сейчас дергал, 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 вот это все хозяйство. И ушел от бинт-поза. Это все надо делать в бинт-позе все-таки. Ну ладно. Возможно, это даст сейчас некие искажения. Не парьтесь. Так, скин. Edit. Edit. Influence. От. Influence. Добавили. Теперь переносим вес. С вот этого и этого. Так, я лучше без скриптов покажу, как это делается на самом деле. Открываем. Skin. Pint. Skin. Weight. Вот мы его открыли. Теперь нам нужно залочить все веса на всех костях и разлучить... где это, господи. И разлучить... на вот этой и на бедре, с которого мы хотим перекинуть вес. Понятно, да? Выделяем ее. Вот эту, видите, на ней вес никакого нет. и либо красим так, как нам интересно. Кстати, вот, видите, я вот так могу красить, а вес все равно останется только на той кости, где она там. Где она там разлучена. Вот. Я на нее переключаюсь, видите. Вес только на ней остался. Либо вот так. Просто берем и заливаем вот эту всю кость нам нужную с весом единицу. Не пугаемся, что все белое стало. Здесь исключительно отображение. Видите, на этой кости уже ничего нету. Никакого веса вообще. А на этой появился весь вес с вот этого бедра. Ну и, соответственно, для этой для вот этой петрушки делаем то же самое. Так, здесь все лучим. Лучим. Вот это. Разлучиваем. Разлучиваем. И заливаем. И она с двух... Это между собой она перекинет, соответственно, вес. Все. Мы прискинули. Соответственно, вот видите, теперь вот эту штуку мы можем... Они у нас независимы. Эти две кости вообще они, во-первых, являются последними в своей иерархии. От них ничего не зависит. И теперь мы можем вот это совершенно свободно скелить в нужных нам пределах. И... Это не будет... Это будет хорошо работать в движке. Так. Ну и теперь давайте приделаем их к нашим... к нашим, к нашим, к нашим, к нашим. Давайте сделаем их побольше. Три маленькие такие. Такими сделал. Потом уменьшить можно. И... И тут же, естественно, вопрос. А как это? Это как? Как нам это все закручивать теперь? А делается это так. Дело в том, что... Например, внимание, обратите, что свои внутренние оси, вот это... Давайте мы включим дисплей local axis. Вот их, вот эти внутренние оси, x, y, z, вот этих скеливающихся костей, которые должны у нас быть в финале скелиться на модельке, они могут совсем не совпадать с вот нашими вот этими. Вот, например, обратите внимание, здесь у нас ось x скелиться должна, а здесь ось y скелиться. То есть в этом же направлении лежит ось y. Ну и, соответственно, все другие оси тоже перепутаны. Так вот, никак по-другому, вот этим вот constraint scale вы это не сделаете. Вот этот вот constraint scale вы не сделаете ничего. Он у вас прискелится, но работать будет очень криво. Ну, давайте попробуем, как будет работать constraint scale. Apply. И, соответственно, вот это и это apply. Смотрим. Оп, у нас какой-то трэш происходит. Что-то, какая-то задница вообще. Тут-то у нас все нормально. Вот наши вот эти вот, видите, цилиндрики плохо видимые, но они-то нормально работают. А это нет. Что за трэш? Все дело в том, что вот эти вот как раз оси перепутаны. Я сейчас не буду объяснять причины, почему constraint scale не работает. Если вы подумаете, то такая вот, сами придете к этому пониманию, просто такая наводочка. scale в отличие от translate и rotate они друг в друга не переводятся. То есть, нельзя взять какой-то объект отscalenый внутри каких-то повернутых групп и так далее. И вот он там как-то отscalen. Его нельзя сдублировав в глобальные координаты, нельзя повторить этот scale в принципе. То есть, что вы там не делаете, в этот scale не повторите до тех пор, пока этот объект не находится в похожей же структуре. Ладно, потом, сами поймете. Так, просто достаточно сложно. Что же делать? Делаем вот что. Открываем наш node-editor. Открыли node-editor. Открыли эти косточки scale-eся наши. Нам надо просто вручную указать соответствие осей друг к другу. Открыли вот эти две наши косточки. Кстати, я бы советовал до того, как вы все это сделали, там вот этот scale-eся переименовать по нормальному вот эти косточки. чтобы было понятно, что это какой-то ик-стретч. Так, scale. Scale. Итак, смотрим. Наши это x, а здесь есть соответствует ось. Плохо, очень видно. соответствует соответствует ось y. Соответственно, x кидаем на y. О, пардон. Вот так. x кидаем на y. ну и соответственно, что там. x а тут z. Ага. x на y. y на z, z на x. И соответственно, здесь то же самое. x на y. y на x. На z, вернее, z на x. Ну вот мы просоциировали. Грубо говоря, насколько отскилится у нас по x, настолько будет скилится у нас вот эта вот эта косточка по y. Все. Закрыли. Тянем. О, о, чудо. мы сделали стройчика. Прелесть. Стройчика со скиллом. Хорошо. Так. Так. И вот эти вот теперь мы можем сделать там. Ну, типа, с ней один и будут. Все. Наша петрушка готова. Стройчика готова. Так. Но, судя по всему, я таки не успею за сегодня за один урок рассказать, как сделать вот такую коленку. Вот такую вот дополнительную к этому, ко всему, к нашему стрейчу, поверх стрейчи. Или даже не поверх, а вместе со стрейчем. Чтобы работала вот такая вот коленка дополнительная. Так что, походу, это будет каким-нибудь вторым видео. И уж не более про дампинг тоже не рассказал. Это будет либо вторым видео, ну, и либо вообще не будет. Достаточно будет и стрейчика. Так. Все. Всем на сегодня спасибо.